Всем привет! Меня зовут Маша. Очень рада видеть вас на своем канале. И сегодня будет видео о моих пустых баночках. Как всегда, покажу вам, что у меня закончилось за последнее время. И начнем по традиции с декоративной косметики. Итак, во-первых, у меня закончился вот такой консилер от Catrice Liquid Camouflage. Я думаю, что многие из вас с ним знакомы. И, кстати говоря, многие его очень любят. В принципе, я не являюсь исключением. Он мне тоже нравится. У него такой спонжик идет. Цвет у меня, по-моему, самый светлый. Да, 0,10. Он достаточно хороший. Он плотный. Но именно из-за его плотности есть как плюс. В том плане, что он хорошо перекрывает какие-то недостатки. Так и минус в том, что он мне немножечко подсушивает кожу, особенно под глазами. И подчеркивает морщинки. Поэтому я стараюсь в зону под глазами его не использовать. А только на какие-то несовершенства кожи. В общем и целом, хороший и его надолго хватает. Поэтому периодически то его использую, то свой любимый от Artvisage. Так, дальше закончился вот такой вот контуринг, скульптор. Но вообще-то это румяна от Lamelle в номере 06 Taup. Это еще их старая упаковка. Мне очень нравится оттенок. Он такой серо-коричневый. Создает натуральную тень на таком светлом оттенке кожи, как у меня. И сейчас, точнее не сейчас, а уже где-то, наверное, больше года назад, они изменили упаковку и изменился немножечко цвет. Хотя оттенок остался тот же название, во всяком случае. Но цвет стал более бронзовый, более теплый. И больше он подходит на лето мне. То есть он такой больше как бронзер. Этот вот идеальный скульптор. Я тогда вот закупилась, когда он мне понравился. Я сразу там 2 или 3 себе в запас купила. Очень он бюджетный. Продается в Улыбке Радуги Lamelle. Ну, наверное, в Золотом Яблоке, по-моему, еще продается. Это марка Dana Wildberries. И стоит очень бюджетно, хватает надолго. Поэтому классные румяшки. Но в старом оформлении они мне нравились больше. Дальше. Для бровей. Закончился вот такой вот карандашик. Тоже мой любимый от Catrice. Покупаю его уже несколько лет. Здесь такая щеточка на конце. И это... Нет, даже вообще здесь ничего уже нет. Уже даже стержень выпал. Сам грифель. И такой огрызочек остался. Я не помню, как он правильно называется. Бровей, что ли. Ну, в общем, я помню, что это 0,20 оттенок. Я его всегда покупаю. Он отлично подходит таким русоволосым, как я. И он такой нейтральный у него оттенок. То есть он серо-коричневатый. И он как будто содержит такой воск. То есть он одновременно и прокрашивает, и приглаживает волоски. Все с ним отлично. Он как бы и пудровый, и немножко кремовый. В общем, для меня он идеален. Тоже сколько бы ни пробовала, всегда возвращаясь к нему. Поэтому очень его могу тоже посоветовать. Сейчас у меня в использовании такой же. Так, и еще для бровей от Vivienne Sabo. Фиксатор. Это гель для бровей. Он у меня уже окрасился из-за карандаша. Вообще он прозрачный. Ну, честно говоря, я не особо его оценила. Такая четкость достаточно большая. Причем с одной стороны щетинки подлиннее, с другой покороче. Он такой, склеивает ресницы, ой, брови. И он хорошо их фиксирует. Но мне не нравится мое ощущение. Какой-то такой вот склеенности. Неприятно как-то. И у него сама такая текстура какая-то скользкая. В общем, не самый лучший для меня гель. Хотя его многие советуют, рекомендуют. Но как даже альтернативу каким-то дорогим люксовым подобным средствам. Но я что-то его не очень оценила. И поэтому больше не буду покупать. Для меня лучше всего это Artvisage. Но он более легкий. Он не так хорошо фиксирует. Просто вот, знаете, так причесать брови можно. Или люкс визаж. Тоже мне очень нравится. Этот я больше покупать не буду. Кстати, да, по поводу консилера. Оказывается, еще у меня один закончился. От Essence. Stale Day. 16 часов. Тоже, кстати, очень люблю этот консилер. В свое время я покупала только его. Пока не открыла для себя консилер от Artvisage. Miracle Touch. И вот этот он тоже неплохой. Он чуть полегче, чем Catrice. Ну, то есть он не такой плотный. Это тоже самый светлый оттенок у меня. 10 Natural Beige. Ну, неплохой. Но если выбирать между ним и Catrice, то я бы выбрала второй. Потому что он лучше по маскирующим свойствам. Но при этом, да, он не забивается в морщинки, не в складочки. Но как-то я больше бы предпочла Catrice. И стоимость у них плюс-минус одинаковая. Так, дальше закончились. У меня, точнее, не закончились. Они засохли. Жидкие тени от NYX. Это Lit Lingerie серия. И у меня в оттенке 05 Night Glow. Вот. Они у меня полностью засохли. Ну, я достаточно, кстати, активно имя попользовалась в свое время. Когда были модные. Даже не модные, а как-то вот, да, тренд такой вошел на жидкие тени. И я тогда скупила, по-моему, три оттенка у NYX. Потом уже появились Luxe Visage, который Metal Hype, который гораздо бюджетнее. И гораздо более металлический, более блестящий. И они намного лучше и богаче смотрятся. Несмотря на то, что они по стоимости дешевле. И вот они очень быстро засохли. У меня были два светлых оттенка. И вот такой темный. В общем, я даже не успела их до конца использовать. Ну, и сейчас как бы жидкие тени. Это не совсем моя история. Как-то я больше предпочитаю обычные сухие. Как-то не знаю. Потому что они совершенно не водостойкие. У меня часто слезятся глаза. И вот стоят капли воды просто или там слезинки попасть. Они тут же вот просто растворяются без следа. Так. И помада Pin Up от Luxe Visage. Это ультрамат. Есть Pin Up, по-моему, там что-то с блеском. И вот это ультрамат. Это номер 505 Kate. Ее совсем чуть-чуть осталось. Но она просрочилась. И стала иметь очень неприятный запах. Такой вот протухшей помады. Я думаю, вы понимаете, в каком запахе я говорю. И какой-то неприятный даже привкус от него во рту. Вот. И сейчас я стараюсь такими оттенками не пользоваться. Как-то даже для меня такой вот достаточно нюдовый. Вот такой вот. Как-то для меня темноватый такой цвет. Как-то я сейчас предпочитаю более светлые оттенки. И после того, как я сделаю перманент губ, я вообще, в принципе, помадами практически не пользуюсь. Либо вообще использую прозрачный бальзам для губ, либо блески. Вот. Поэтому она вообще неплохая. Она такая плотная. Перекрывает пигмент губ. Цвет хороший, в принципе, такой теплый, нюдовый. Достаточно увлажняющая. То есть не сушит губы. Но как-то я немножко отошла от помад. Тем более, ну, как-то для меня она темновата. На данный момент, мне так кажется. И несколько, что касается губ. Несколько бальзамов закончилось. То есть это Evelyn SOS Organic Exotic Mango. Вот такой вот закончился. У него запах достаточно приятный. Такой вот, ну да, похоже на манго. Но мне не очень он нравится. Мне кажется, не хватает увлажнений. Какой-то он суховатый. Но в нем плюс то, что у него очень большой стик. 4,5 грамма его надолго хватает. И то, что он не ломается, не тает. Он именно вот, как вот есть с самого начала. Он прям вот так вот держит форму. А вот этот пантенол, я его очень люблю. Это Evo Laboratories. Но он как раз таки вот тает. Он ломается. Он весь так вот, весь потом начинает прям вот размягчаться. И сложно им становится пользоваться под конец. У него приятный запах. Ну, такой нейтральный, я бы сказала. Нейтральный, сладковатый. Он очень бюджетно стоит. Продается в магните, в обычном. Магнит-косметик. Обычно на кассах. Но и также быстро заканчивается за счет своей такой вот очень кремовой, маслянистой, я бы даже сказала, текстуры. Но увлажняет хорошо. Для каждодневного, такой псевдонимый использование подойдет. Но лучше не носить его с собой, потому что он весь вот такой вот размягчается. Дальше одни из моих любимых бальзамчиков. Лакомка. Покупаю в аптеке Планета Здоровья. Они очень приятно пахнут. Это детские помады. Вот у меня это арбузный взрыв. Пахнет просто потрясающе арбузом. Чем-то таким летним, свежим и одновременно фруктовым. И он еще сладкий на вкус. Ну, увлажнение как бы средненькое такое, но очень просто приятно им пользоваться. И последнее это бальзам от Maybelline Baby Lips. К сожалению, сейчас их, я так понимаю, не производят. Я очень расстроилась этому факту, потому что любила эти бальзамы. Именно вот в фиолетовой упаковке они идут с бежевым таким цветом, нейтральным и мелкими, мелкими блесточками, которые почти незаметны. Но на губах он смотрится как легкий блеск такой бежевый. И у него запах приятный, какой-то такой леденцово-карамельный. И, в общем, мне они очень нравились, но я с ужасом обнаружила, что их нет в продаже, когда он не стал подходить к концу. И я так понимаю, что их больше нет. Очень жаль, их надолго хватает, красиво смотрится, увлажняет неплохо. Поэтому, ну, жалко, что их больше не производят. Следующее, о чем я расскажу, это будет уход за лицом. И закончилась у меня вот такая огромная бутылка из-под мицеллярной воды от Гарнье. Она идет с розовой водой. На самом деле, я, кстати, редко вижу в продаже именно вот с розой. Тогда на нее была акция, причем не в каком-то косметическом магазине, а в пятерочке, по-моему. Ну, и в каком-то таком продуктовом сетевом магазине. У нее очень приятный запах. Здесь 700 миллилитров, мне очень надолго хватило. Ну, она отлично справляет свои непосредственные функции. Хорошо очищает лицо от макияжа и глаза тоже. Но, если вы меня давно смотрите, знаете, что я смываю макияж с глаз при помощи миндального масла. И поэтому я ее, в принципе, использовала только для лица. И все, она хорошо очищала, не сушила кожу, не вызывала никакое раздражение, высыпание и так далее. Все с ней хорошо, и мне ее просто мега надолго хватило. Поэтому хорошее. Но в продаже вообще редко вижу именно такой объем, и именно с розой. Так, дальше закончился. У меня закончились два вот таких вот крема от Фитокосметик. Вообще покупала их, ну, потому что они на Вайфберес как-то недорого стоили, в таком наборчике они продавались. И особо не возлагала на них надежд, но они мне настолько понравились, что я купила сейчас себе такие же. Это дневной крем для лица, активное омоложение плюс глубокое увлажнение. И ночной. Он идет как антиугревой, абсолютная чистота. Что касается дневного, у него очень приятная текстура. Она легкая, но при этом он неплохо увлажняет. Но тут надо сказать, что у меня кожа склонная к жирности, то есть она мне не сухая, поэтому мне не нужно сильное увлажнение. На зиму мне хватало, потому что кожа у меня зимой часто бывает обезвожена из-за того, что отопление, да, сухой воздух, и это может вызывать какие-то шелушения. И вот она их прекрасно, она, он, крем, он их прекрасно убирал, эти все какие-то шелушинки. При этом не забил поры, он не жирнит кожу, у него приятная текстура, он не очень плотный и служит отличной основой под макияж. В общем, мне понравился, здесь 45 мл, удобно, что в тюбике, не надо лазить никуда руками, то есть все гигиенично, мне нравится. Поэтому купила такой еще один. И что касается ночного, он уже поплотнее, пожирнее, но при этом не оставляет липкой пленки, с ним комфортно. И также мне все в нем понравилось и не вызвало никаких высыпаний, ничего такого. Но по поводу антиугревого эффекта ничего не могу сказать. У меня бывают иногда какие-то там покраснения. Но я бы не сказала, что он как-то подсушивает или убирает их, но это скорее такой маркетинговый ход. А в плане вообще уходовых каких-то средств он мне вполне подошел. Опять-таки купила его в качестве ночного крема. И мне их надолго хватило, потому что именно я их в тандеме использовала. Мне понравилось. Дальше, что касается фитокосметик, еще вот такое средство закончилось. Это салицилы и гель для умывания. И вот он мне не понравился. У него запах, я не знаю, он вроде бы не отталкивающий, не противный, но он мне не понравился. И я вот все время, когда им пользовалась, мне хотелось скорее смыть его с лица, потому что меня как-то этот запах не очень привлекал. И у него в составе скрабирующие частички, но они очень крупные, это прям такие гранулы, и их редко попадается. То есть их мало и они крупные. То есть очищения как такового я не заметила. У него неприятная такая как будто скользкая консистенция. В общем, он не произвел на меня впечатления, больше я такой не куплю. А из этой серии еще есть такой как гель плюс скраб плюс маска. Он такого белого цвета. Ну знаете, из серии вот Гарнье, вот таких вот аналогов, которые три в одном. Вот он намного лучше, и он мне нравится. Он такой прям густой. А вот этот, нет, не понравился. Закончила его, и больше не буду повторять покупку. И вот из таких же умывалок, которые я упомянула, то есть которые такие несколько действий в одном, они обычно такой кремовой текстуры, это вот, например, чистая линия, идеальная кожа. Она в ужасном, непрезентабельном виде, потому что я разрезала упаковку. Очень сложно из подобных тюбиков. Вот здесь очень много средств остается, и приходится разрезать. И вот просто доставать пальцем, потому что там реально много еще остается. Вот так уже не получается выдавить. Мне нравится эта умывалка. У нее очень мелкие вот эти вот частички. Они буквально как пилинг. То есть они не травмируют кожу, очень приятно так очищают. При этом нет ощущения сухости какого-то такого неприятного. И она, эта умывалка серого такого цвета, хотя она рисована черной, но она вот, вы можете даже видеть, вот здесь у нее вылезла, такого графитового скорее цвета. Очень приятное ощущение. Нет какого-то дискомфорта после применения. Но все-таки кремом нужно воспользоваться. Но я, собственно, всегда это делаю после умывания. Использую в качестве вечернего ухода. Для утра у меня в основном какой-то такой легкий гель. Вот сейчас у меня в использовании гель, который у меня уже вообще какой-то незаканчивающийся. Поэтому вот утренний уход я даже не показываю здесь. Именно в плане умывания. Также не закончилось, а просто я выбрасываю такую вот сыворотку для лица. Антистресс. Это фирма Синдо. Это, по-моему, российская фирма, которая вот как-то так, закос такой подкорейскую они типа делают. Но, по-моему, это Россия производит. Покупала ее в свое время в фикс-прайсе. Мне не понравилась она, хотя на нее много отзывов всяких было. Ее очень хвалили. У нее такая гелевая консистенция. Вот даже тут видно. Ну, я больше половины даже попыталась истратить. Она очень какая-то липкая. Эта сыворотка неприятна как-то после нее. Ну, по идее, нужно нанести сыворотку. Потом сверху можно нанести крем. Но мне как-то вот не нравился сам вот этот этапы эти. И неприятные ощущения от нее были. И мне показалось в какой-то момент, что она негативно воздействует на мою кожу. В плане того, что стали какие-то прыщи появляться. Я стала грешить на нее и перестала ей пользоваться. Поэтому, ну, в общем, она у меня долго стояла. И я ее выкидываю, потому что все равно не пользуюсь. И вот такой вот гиалуроновый спрей для лица. Фиксатор макияжа матирующий от Комплимент. В принципе, мне нравились эти штуки. Я люблю такие спрейчики. После того, как нанесу макияж. Не с целью фиксации макияжа. Честно, я не верю, что они там что-то фиксируют. И помогают дольше держаться макияжу. Я просто люблю, когда используешь пудру, там, румяна, там, хайлайтер. И вот еще ощущение припудренности. Такое, как пыльного персика такого на лице. И вот я как бы спреем это все опрыскиваю. И вот как бы макияж как будто усаживается. Все вот эти шелушинки прибиваются. И как-то это уже привычка, знаете, такая. И мне нравились эти спреи. Но вот последние два я купила. Вот я сейчас покажу. Не знаю. О, вот сейчас он хорошо брызнул, как назло. Просто он бывает, что он такими каплями прям редкими распределяет. И прям вот чуть ли не в глаз они летят. Видимо, сейчас он вот сболтался хорошо, остатки там. И хорошо брызнул. А бывает, что вот возьмешь, вроде я уже взболтаю и все. И он как-то вот прям каплями такими. Прям вот эти капли. Нет, они не повреждают макияж, ничего. Ну, просто вот нужно ждать, пока высохнут. И как бы неприятно, когда у тебя прям такие струи воды летят в лицо. Вот как-то у него с пульверизатором стали проблемы. А так спрей хороший. И вот во втором я два тогда купила. Сразу тоже такая проблема. Но сейчас он хорошо брызнул. Видимо, он просто пока я тут вот из пакета все это высыпал. То есть сюда он весь как-то взболтался. И, видимо, ровно распределился. Не знаю. Но вот вообще хорошие спреи. Они стоят недорого. В Улыбки Радуги покупаю. Вот. Но такой вот небольшой косячок. Вот у меня почему-то постоянно встречался. Далее покажу пустые баночки средств для тела. Закончились у меня три вот таких вот крема. От Evelyn. Из одной серии. Которая называется Фитолиния. Но с разными запахами. Во-первых, это козье молоко плюс коллаген и эластин. У него приятный запах. Вообще у них у всех приятные нежные запахи. Здесь 210 мл. Такая вот баночка достаточно объемная. И надолго хватает. Учитывая, что текстура такая густая. Это скорее как баттер. Я много раз рассказываю про эти кремы. Они мне очень нравятся. Особенно на зимний период. Они хорошо увлажняют, питают. При этом, несмотря на свою густую текстуру, хорошо распределяются. Не оставляют никакой жирной пленки, липкости. Отлично увлажняют. Я всегда вечером после душа наношу эти кремы. Просто моя любовь и мой мастхэ. И, как я уже сказала, несмотря на такой вот объем 210 мл. Если бы это было в более жидкой субстанции, то очень быстро бы закончилось. Этого хватает надолго. Дальше. Оливки плюс протеины шелка. Здесь запах более такой нейтральный, универсальный. Но при этом очень-очень приятный тоже. И самый мой любимый это какао плюс масло авокадо. Его я просто обожаю. Здесь пахнет и какао, и какими-то такими сладкомолочные. Что-то такое очень приятное. И я его очень часто покупаю. Просто вот мой любимый. И за зиму, конечно, моя кожа прям требовала этих кремов. И я с удовольствием ими попользовалась. Дальше. Вот такое молочко для тела закончилось от Mixit. Это малина, мята и масло ши. 250 миллилитров. Вот как раз-таки из-за того, что имеет более жидкую текстуру, гораздо быстрее закончилось, чем вот такой вот крем. Потому что именно, ну вот как бы выливаешь и больший расход требуется. И как-то вот я мажу, мажу его на себя и не чувствую какого-то вот увлажнения. То есть, ну вот не хватает. То есть, очень легкая текстура. Да, быстро впитывается. Да, очень приятно пахнет. Такой прям запах малины. Но он скорее такой, знаете, синтетический что ли запах. Вот, ну то есть, не очень натуральный. Но очень приятный такой молочко. Но я бы сказала, что лучше его для лета оставить. То есть, не хватает ему увлажнения. Очень такой посредственный. Сейчас у меня, кстати, такой гей для душа. Тоже очень жидкий, но хорошо мылится. Но об этом я попозже расскажу. И от Микси также я выбрасываю вот такой вот скраб для тела. Он у меня еще даже не закончился. Это антицеллюлитная серия. Ну, честно, я не очень люблю подобные вот средства с антицеллюлитными эффектами. Потому что они либо какой-то разогревающий эффект имеют, либо наоборот охлаждающий. Все вот эти обертывания. Ну, это все как-то неприятные какие-то ощущения. Вообще скрабы для тела я в принципе не люблю. Чтобы свою кожу отскрабировать, я просто беру, у меня есть такая мочалка-варежка. Я ее надеваю, беру обычный гей для душа и просто мочаю тело. И это у меня такая альтернатива скрабу. Я не люблю вот это вот все наносить, потом смывать. Вся ванна вот в этих вот гранулах. Ну, как-то вот. Я вообще в принципе не люблю скрабы. А вот если антицеллюлитный с этими вот эффектами, ну, короче, это вот не мое. Поэтому вот я его даже недопользовала. Хотя он хороший, очень приятный. От него ощущение кожи такая бархатистая. И вот прям он разогревает так хорошо. И пахнет он какой-то корицей, что ли. Ну, что-то вот, да, такое. Или перцем. Вот, да, часто вот у них бывает с эффектом перца. Ну, и, честно говоря, я не очень верю во все это. Тут самое главное питание, спорт и массаж, да, против целлюлита. Ну, таким образом, да, конечно, скрабирование больше там упругости кожи. И ты, когда скрабируешь, ты как бы массажируешь. Но лучше для этого использовать там щетку специальную или еще. Короче, много способов. Это когда в комплексе, да, как использовать. Но, как я уже сказала, скрабы просто не очень люблю. И он просрочился, и я его выбрасываю. Так, закончилось кокосовое масло. Это, не знаю, что за фирма. Покупала, по-моему, на Вайсберис. А, масло масляное. Вот фирма, да. И оно практически не пахнет. То есть оно, видимо, рафинированное. Или не знаю. Хотя нет, здесь написано не рафинированное натуральное масло. Но кокосом практически не пахнет. Я использую для того, чтобы либо добавляю в крем зимой. Это крем для тела, чтобы увлажнение было более интенсивное. Либо просто в чистом виде ношу на пятки, на стопы. Чтобы смягчить их. И очень хорошо в этом плане работает. Для волос не люблю масляный эффект. Масляный уход, точнее. Потому что вот эффект вот этих жирных волос. Единственное, у меня есть такое масло, которое уже нужно носить на вымытые сухие волосы. Для того, чтобы убрать вот эту пушистость. Тогда, да, прям там капельку. И вот чуть-чуть, ну, как правило, такие средства еще содержат какой-нибудь там силикон. Или еще дополнительные какие-то ингредиенты для гладкости. Вот масляный уход для волос, например, не люблю. Для лица, но только в качестве демакияжа для глаз. А вот для тела вообще прям люблю всякими маслами намазаться. Вот, поэтому особенно зимой, когда кожа требует увлажнения, классно. Именно вот кокосовое масло люблю. Так, еще у меня вот такой дезодорант попался. Обычно я вам не показываю дезодоранты. Но раз уж попался, видимо, я кинула в пустые баночки. Даф, это классический оригинал, который просто, он, видимо, как лимитированная серия с картинкой. Ну, обычно такой запах пудровый, как вот классический Даф. У них такие гели для душа бывают. Мыло такие кусковые и жидкие тоже. Вот хороший дезодорант. Часто покупаю. Хорошо, вот сейчас, кстати, тоже стоит похожий. Только там эффект пудры просто на столик на свой смотрю. Вот. Ну, только с белой крышечкой у меня. Ну, хорошо справляется функция, приятный запах. Вот, что еще сказать. И гель для душа. Такая вот огромная бутыль. 700, ой, 800 даже миллилитров. Что-то там Милк. Не знаю, кто производитель. Ну, короче, не очень мне он понравился. Пахнет он тут типа земляника, молокой земляника. Пахнет он таким, прям, какой-то искусственный такой отдушкой земляники. Прям вот чувствуется какой-то вот пластмассовость такая вот синтетическая прям. Но поначалу как-то он мне очень понравился. И тут написано, что это крем-гель. Но он очень жидкий для крем-геля. И стоимость у него, кстати, была не совсем прям дешевая. В Улыбке Радуги они продаются. Но за такой объем, в принципе, нормально. Ну, как бы мылится хорошо. Потом уже поднадоел. Я уже сколько раз говорила, что не буду покупать большие объемы. Но в свое время как-то я много таких больших накупила. И теперь мы ими пользуемся. Ну, так, конечно, выгоднее получается покупать. Но запах со временем надоедает. И уже думаешь, когда же ты закончишь. И последнее, что осталось, это волосы. Как всегда, закончилось у меня три шампуня от Шаума. Вот эти вот. Первый это смузи-шампунь Энергия Природы. Который с клубникой, бананами, семенами чья. Очень люблю именно вот с этим запахом. Очень приятный. Такой вот прям клубничный. Нравится мне. И вообще моя любовь к шампуням Шаума началась именно вот с этих шампуней. Именно вот Энергия Природы с клубникой. Люблю. Нравятся волосы после них. Но я всегда использую маску или бальзам. Мне кажется, это больше заслуга именно вот там гладкости. Какой-то там легкой расчесываемости. Именно скорее это бальзам или маска играет роль. А так шампунь хорошо промывает. Хорошо мылится. Вкусно пахнет. Что еще нужно? Такой вот это фреш Матча. Матча. Ну, короче, вот этот чай. Но я его покупала на Makeup Store. Ну, на сайте Makeup Store. Когда еще можно было оттуда заказывать. Потому что я у нас вот не видела в продаже такие вот такие зелененькие. Именно вот с этим чаем. Приятный у него такой вот запах. И хорошие свойства, характеристики, как и у предыдущего. Понравился. Но это типа какая-то вот у них серия веганская. Так, и это вот скорее с классической такой серии. Объем и свежесть с экстрактом водяной линии. Это сиреневый. Он такой тоже очень приятный запах цветочный. Нравятся эти шампуни. Нравится их текстура. Вообще вот все, как они очищают. И самое главное не вызывает перхоти. И состояние волос после них мне тоже нравится. Вот такой вот шампунь. Так, извините. Такой шампунь Organic Shop. Это у нас органический экстракт водорослей, экстракт джемчуга и голубая лагуна. Мне он, это вот вдвой пакетик в таком. Я, по-моему, тоже то ли на Makeup Store покупала, то ли еще на каком-то сайте. Вот там вдвой пакетах они продавались. И мне нравится Марокканская принцесса. Вот из этой серии. И то ли мне, я сама случайно купила этот, перепутав, потому что этот он такой голубоватый. Ну, как бы цвет морской волны. А Марокканская принцесса, он зеленый. И у него и запах какой-то так себе. И мне не нравится какой. Он такой гелевый, он такой жидкий. Волосы после него просто как пакля. Просто даже несмотря на использование. Даже бальзам не помогает. Ну вот, потому что бальзам я ношу где-то от середины длины. А вот у корней просто некий ужасный, как вот пакли, как какие-то сопли. И просто они очень быстро грязнятся после его использования. И в итоге я его допользовала в качестве пены для ванны. То есть, ну, просто он же мылится. Ну, так, чтобы как-то его использовать. Вот. Или ребенок там игрался, он иногда там в тазик какие-то свои машинки там накидает. И я ему туда, ну, в качестве пены. То есть, для именно непосредственно головы мне он не нравился. Не буду больше покупать. И также вот такой вот бальзам для волос закончился. От Биелита. Ревевор называется. Ну, я думаю, все знают. Очень знаменитый такой бальзам. 450 миллилитров большой объем. Запах. Он пахнет таким репейником или лопухом. Ну, какой-то такой растительный, травянистый. Ну, приятный достаточно. Надолго хватает. Даже на мою длину волос. Но, как я уже сказала, я не на всю длину наношу. А где-то вот, ну, чуть выше середины. Вот, да, где-то отсюда. Хорошо питает, увлажняет кончики. Разглаживает волосы. Они прям гладкие, блестящие. Так что все. Нравится в этом бальзаме. Держать его нужно недолго. Где-то 3 минутки. Но я, на самом деле, меньше всегда держу. Помою голову. Там что-то нанесу. Пока там закручиваю баночку. Там что-то это. Уже и смываю. И, в принципе, этого достаточно. Вот. Вот такие были мои пустые баночки. Надеюсь, что вам было интересно. Чем-то вам было полезно. Большое спасибо за просмотр. Всем пока.